Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да много о чем А у вас есть ковер на стене, там где вы живете? Мне нету То есть вообще в доме у вас ковра нету, да? Нету Ну вы правы, я вот общаюсь здесь с людьми из России, у многих ковры за спиной Ну вот, я и говорю, это соответствует Russian стилю Особенно пожилые люди, вот у пожилых людей, те, которые застали Советский Союз, вот у тех много такого А вы родились там или переехали? Переехал, уже больше 30 лет живу в Одиншатах Америки Но родился как раз в Советском Союзе, поэтому я застал Советский Союз, я помню его Помню, что это такое Вам, наверное, сейчас романтизируют, да, Советский Союз? Говорят, как-то было классно, как-то было все хорошо Ну, из-за сериала, да А как, вы верите в это? Вот вы верите в то, что в Советском Союзе было хорошо? Ну, в каком-то смысле, может быть А вот в чем? Вот в чем вы думаете, что там было хорошо? Вот что там было хорошего? Вот то, что из того, что вы знаете Мне интересно, вы молодежь? Ну, скорее всего, да Что было? Ну, они зависали, допустим, как сейчас мы зависаем в телефонах Нет, ну, это прогресс называется Тогда зависали в других вещах, да, например, там Сидели по подъездам разным, с гитарами и так далее Вот такое было На улицах часто можно было видеть молодежь Группами собирались, например, там в садиках разных, на верандах Ну, вот А что еще хорошего такого, может быть? Ну, нет Но если брать вот жизнь Не то, что люди, когда были молодые Потому что молодость – это такая штука, когда Где бы ты ни находился, ты по-другому ощущаешь себя в этой жизни Потому что проблем меньше, потому что слишком молод, да И, в принципе, там друзья Похождения разные, это все понятно Там улыбки и так далее Первые свидания А вот именно сама жизнь, если брать Ну, если саму жизнь брать, то, наверное, не очень Стоять в очередях там за какой-нибудь рыбу или за красной икрой Это, конечно, в мороз там какой-нибудь нет Ну, помимо всего этого В Советском Союзе еще существовало очень много запретов На все практически запреты В России сейчас тоже много запретов И становятся, они усиливаются Но тогда было в Советском Союзе что? Что человек, по сути, был бесправным То есть любой чиновник с ним мог сделать все, что угодно с человеком Да, в принципе, сейчас так же просто не распространено это Говорили в Советском Союзе, что читать, например То есть человек не мог выбрать себе книги, какие он хотел Ему говорили, вот это нельзя, вот это нельзя Вот это нельзя Музыку слушать тоже нельзя Враги кругом враги То есть все, что там касается Соединенных Штатов Америки, там, Западного мира Это все враги Это все плохо, поэтому нельзя Вещи носить, которые вы хотите, тоже нельзя Туалетная бумага Это был тоже такой запретный плод, скажем так Не все могли позволить Часто это гвоздики и газетка нарезанная в туалетах Я уже не говорю про гигиену личную Особенно для женщин Ну, допустим, одежда, да Там же все равно много кто ходил вот в куртках, как говорили, в фирма Вот вы правильно сказали Вот это понятие дефицит или что-то, что я достал Вот именно не купил, а достал Вот такое было выражение Посмотри, что я достал Например, могла быть куртка у одного человека На, там, 10 тысяч человек Вот он в этой куртке ходил, все на него смотрели И он этим гордился очень сильно Или когда вещи донашивали один за другим, например Вот семья, да? Трое детей И вот так вот одни дети донашивают вещи за другими детьми Это тоже было нормально Дефицит, когда человек покупал продукты и говорил Вот эти продукты трогать нельзя, потому что они для, словно говоря, нового года Поэтому вы их трогать не можете Это тоже было нормальное явление в Советском Союзе Ну, скорее всего, да Так оно и есть Но самое важное, что в Советском Союзе было ужасное Это личность человека ничего не стоила Вот общество стоило все А личность из чего? Когда тебе говорили, ты маленький винтик Ты не можешь думать, как ты хочешь Ты не можешь спорить о чем-то Ты не можешь иметь право выбора своего Это начиналось с садика, потом школа, потом университеты и так далее Человеку говорили, что я начальник, ты дурак Такая была поговорка А ты начальник, я дурак Ну, в основном сейчас же говорят все только вот то, что хорошо было в 90-х Не было вот ваших вот этих телефонов А почему? Как вы думаете, почему это делается? Для чего такая романтика по Советскому Союзу? Для чего молодежи говорят, в принципе, откровенную ложь? Вот если, например, я общаюсь с человеком Примерно мы одного возраста и говорим про Советский Союз Ему очень трудно мне объяснить и сказать, что как там было хорошо Потому что после нескольких моих каких-то ответов Он будет понимать, что он не сможет со мной общаться Он не сможет мне рассказать то, что он сможет рассказывать молодым Потому что это откровенная ложь Ну, скорее всего, они тогда просто раньше молодыми были Вот и все И хотелось рассказать только хорошее Так можешь говорить о том, что Молодость была у нас неплохая, условно говоря, да? Но опять-таки, молодость была неплохая не только в Советском Союзе А если берешь вообще любых молодых людей по всему миру Что в Советском Союзе, что еще где-то То молодость, в принципе, у всех хорошая Но другое дело, смотрите, из Советского Союза хотели уехать в западные страны И любой человек, который уезжал из Советского Союза и переезжал в какую-то западную страну Вот я вам скажу свое ощущение, когда я попал практически из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки Такое ощущение, что я жил в черно-белом мире, а потом включили цветной телевизор Понимаете, да? То есть ты попадаешь куда-то, где краски другие Где ты можешь смотреть под разным углом на разные обстоятельства На разные какие-то проблемы или не проблемы То есть у тебя получается более все честно Тебе не говорят, что мы живем в самой лучшей стране При этом тебе говорят, что тебе читать, что смотреть, что слушать С кем говорить, куда идти и как жить вообще То есть личность человека, например, в Соединенных Штатах Америки Это самое важное И вот на этой личности основывается все Поэтому человек говорит, я, получая возможности там в этой стране какой-то Могу позволить себе сделать вот это, вот это, вот это То есть учиться и смогу стать, условно говоря, кем-то А в Советском Союзе главное, и вот в России сегодняшнее Это лояльность для власти То есть если ты лояльный человек, если ты поддакиваешь власти То ты будешь продвигаться по этой служебной лестнице Потому что система выстроена так, что все построено на вот этой вот лжи системной У меня мозг загрузился Да Как будто, наверное, в истории побываю Не, ну мы же не про истории так говорим Мы просто говорим про какие-то элементы Я думаю, что, я не знаю, или вы когда-нибудь что-то похожее слышали от кого-либо Или от кого-нибудь слышали когда-нибудь что-то похожее? Да, конечно То есть есть Да, допустим, даже родители Родители? То есть родители ваши помнят Советский Союз И они не вспоминают его так романтично, как некоторые, да? Ну, скорее всего, даже не родители, а уже, ну, бабушки Там бабушки, дедушки Да-да-да, я понимаю То есть там колготки было достать, это вообще Да То, что страшно было ходить по улицам А девушки, которые доставали колготки, которые были, скажем так Ну, не то, что они в моде, которых не было практически, да? Например, там, штучном виде Вот если они выходили, то еще они могли получить в свой адрес Очень много, скажем, таких нехороших эпитетов Называли их очень, там, пацаны, девушками и так далее Несмотря на то, что все, что они сделали Или это просто имели возможность получить какой-то, там, для себя продукт, надеть Им нравился он, да? А им говорили, что если у тебя он есть, а у других его нет Значит, ты, там, падшая женщина или девушка и так далее Ну, исходя из всего разговора, получается, что не так уж все и хорошо было Нет, было очень плохо Советский Союз, это было вот одно большое зло Люди, которые жили в Советском Союзе, скажем так, разные были, да, можно так сказать И отношения между людьми могли быть разные Там встречались, там, друзья и так далее Кто-то кому-то нравился больше, кто-то меньше Проводили время, скажем так, вот в кругу, да, когда друзей или в кругу семьи Эти моменты были хорошие А вот сама система и вот все, что эта система строила, это было ужасно плохо И оно, знаете, как проверялось? Вот Советский Союз из страны никто не мог выехать, никуда Практически, без разрешения Больше того, что если люди какие-то выезжали, скажем, в западную струну То за ними обязательно стоял какой-то человек из КГБ, который следил За этими людьми, когда они выезжали за границу Были люди, которые, например, получали уже выездные разрешения А потом получали телефонный звонок из КГБ И им говорили, что вы никуда поехать не сможете Люди плакали, в слезах были и так далее И ничего не могли сделать Ну, не знаю, насчет того, что можно и нельзя куда-то ехать У меня спокойно бабушка была в Израиле Вообще много где она была в Советском Союзе В каком году? Ой, честно не помню В Израиль, чтобы уехать, во-первых, были люди, которые выезжали в Израиль Они подготавливали документы, а потом Советский Союз Многих людей называл, например, предателей Родины Они не могли нигде работать, их никто никуда уже брал И они были, находились в зависшем состоянии То есть они не в Советском Союзе и не в Израиле Потом, да, было небольшое смягчение Опять-таки под давлением мировой общественности На Советский Союз были наложены тоже санкции В свое время И вот под давлением этой мировой общественности Советскому Союзу пришлось, скажем так Отпустить немножко поводок такой, если так можно сказать Политический И дать людям возможность выезжать Например, людям, которые хотят уехать в Израиль Люди некоторые выезжали в Израиль, в Соединенные Штаты Америки Через Италию многие ехали То есть они, Италия была как такой Пересцененный такой Там, где люди туда приезжали А потом уже из Италии они ехали или в Соединенные Штаты Америки Или в Израиле, или еще в какую-то другую страну Нагрузил девушек Романтизм Советского Союза в России на сегодняшний момент Подпитывается именно для того, чтобы поставить противовес западному миру Потому что на сегодняшний момент предложить ничего власть не может И будущее показать власть не может А вот романтику Советского Союза можно показывать Включать песни какие-то И вот эти бабушки слушают эту музыку И им вспоминаются их молодые годы, в которых они жили Только они вспоминают эти вот хорошие минуты в своей жизни С друзьями, с семьей и так далее А вот это все плохое, оно им перекрывается в той ложе, которую власть российская сейчас подсовывает О Советском Союзе, как там было хорошо и так далее Хотя на самом деле все прекрасно понимают Как-то так, друзья А я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия Понимания, скорейшей победы и мира И мы с вами скоро увидимся Пока Субтитры создавал DimaTorzok